Здравствуйте! Сегодня я буду читать вам свою книжку про рим слона и кошку и про любовь немножко. Иллюстрации к ней сделала прекрасная Екатерина Бауман. Жил-был в римском зоопарке молодой африканский слон по имени Элефант. Он был веселым и талантливым и радовал детвору удивительными трюками. Например, слон ловко жонглировал батонами, апельсинами, бананами и арбузами. А еще он умел рисовать. В вольер ему приносили мольберт с листом бумаги и ведерочки с красками. Элефант брал хоботом словно рукой малярную кисть и писал яркие разноцветные картины. «Великолепно! Шедевр!» — восклицали зрители. Но веселее всего бывало, когда в жару служители накачивали круглый бассейн и устраивали слону купания. Элефант с разбега плюхался в него и с наслаждением барахтался, кувыркался, переворачивался вверх ногами тумбами, вываливался из бассейна и снова бросался в воду. Брызги летели во все стороны, окатывая посетителей. В общем, купались все. Элефант любил плавать, но он никогда еще не видел ни речки, ни моря, потому что родился в неволе. О, как же он мечтал увидеть море! Каждый день у вольера собиралась толпа детишек, кричавших «Синьор Элефанты! Синьор Элефанты!». Слон радостно выбегал к детворе, готовый веселить ребят своими трюками. Дети смеялись, хлопали, кричали «Браво, синьор Элефанты!» и кидали в вольер конфеты и сладкие булочки. Но слон их не ел, а аккуратно собирал большое синее ведро, чтобы вечером передать служителям зоопарка. Элефант знал, есть много сладкого вредно. Ну, разве что съесть на завтрак пару-тройку десятков килограммов бананов. Но ведь это мелочь для слона. Так весело прожил Элефант в зоопарке два года, а на третью весну неожиданно загрустил. Уже не был он всегда радостным, в большой серой груди слона поселилась непонятная тоска. И вот однажды он не вышел из своего домика, сколько дети его не звали. Беда, катастрофа! Служители испугались за своего любимца и вызвали главного ветеринара Рима. Важный доктор Помодоре слушал его сердце большой трубой от граммофона, поставил ему градусник размером из батон, заглянул в развесистые уши и даже пару раз дунул в хобот. Слон чихнул и с сердитым видом спрятался в домик. А сеньор Помодоре развел руками, улыбнулся и сказал, «Ваш слон абсолютно здоров. Просто он вырос. И он теперь всегда будет грустным», — огорчились служители. Ему срочно нужно найти пару, иначе он будет грустить. Только любовь спасет его от тоски. И доктор произнес с расстановкой, «Любовь! Аморы! Аморы! Аморы!» взволнованно загомонили на разные голоса служащие и побежали к директору зоопарка. «Нужно разослать письма во все зоопарки мира. Нашему слонику срочно требуется невеста». Тогда зоопарк накрыли синие сумерки и включились фонари, элефант подошел к стене вольера и крикнул, «Эй, жирафляй, жирафляй! Есть бананы и важный вопрос!» Тут же к нему нагнулись длинные пятнистые шеи, увенчанные головками со смешными маленькими рожками. Пока соседи справлялись со спелыми бананами, слоник пожаловался. «Доктор сказал, что у меня аморы. Что это за болезнь такая? Она очень опасная». Жирафы крепко призадумались, а на стену вольера взлетел красавец павлина. «Аморы — это любовь, элефантик. Это не болезнь, а возможность покрасоваться перед подружкой своим шикарным хвостом». Павлин с достоинством развернул глазастый сине-зеленый хвост веер, спорхнул со стенки и исчез в темноте. Слоник закрутился на месте, стараясь разглядеть свой хвост-метелочку. Получится ли у него так же красиво раскрыть хвост? Но, увы, он ничего не увидел и очень расстроился. «Не слушай этого самовлюбленного красавчика-элефанта», — проворковали со стены голубь с голубкой. Аморы в самом деле не болезнь. «Это то, ради чего мы живем. Смысл жизни. Найти пару, создать семью, свить гнездышко, высидеть яйца, воспитать птенцов. И так каждый год». Голуби нежно поцеловались клювиками и улетели. А задачный слоник стал представлять, как он будет вить гнездо и высиживать птенцов. Получалось не очень. Из задумчивости его вывел неторопливый басок жирафля. «Аморы — это когда ты не можешь жить без кого-то, слоник. Постоянно думаешь только о ней. Не спишь ночами, когда тебе без нее хуже, чем без спелых бананов. Знаешь, пожалуй, это все-таки болезнь, но она легко проходит, когда двое любят друг друга. Понимаешь меня?» Элефант кивнул, хотя на самом деле совершенно запутался. Утро вечера мудренее, подумал он, зевнул и пошел спать в свой уютный домик. Слон ворочался до самого утра, размышляя, стоит ли ему бояться «Аморы». А только он уснул, как снаружи снова раздались голоса неуемых детей. «Синьор, элефанты, выходите показывать фокусы». «Как же вы мне надоели!» Элефант так рассердился на детей, что, выйдя, повернулся к ним спиной. И тут он увидел гостю, сидящую на стене вольера. Незнакомка была рыжая, в белом передничке, перчатках и гольфах. Мурча и никого не замечая, она мыла язычком мягкие подушечки на стройных лапах. Закончив умываться, гостья грациозно выгнула пушистую спину и посмотрела на слона зелеными плошками глаз. Потом спрыгнула в вольер и неспеша направилась к слону, покачивая длинным хвостом. «Это еще кто?» – нахмурился элефант. «Сейчас, как дунул, мигом вылетит отсюда». Он уже вытянул хобот в сторону незнакомки, но почему-то не стал этого делать. Гостя по-своему поняла его жест и мягко лизнула его хобот терочкой языка. Слон поразовел от смущения, а дерзкая гостья подошла к его ноге и ласково потерлась в нее. «Меня зовут Византия», – нежным голосом промурлыкала она. «Для тебя, Визи». «А как зовут тебя, малыш?» «Элефант», – оторопил слоник. «Малышом еще и никто его не называл». «Вот и отлично. Я буду звать тебя эльфи». «Кто ты? Что за зверь?» – настороженно спросил слон. «Ты тоже живешь в зоопарке?» «Кто я?» – поразились гости. «Малыш, ты живешь в городе Коша и ни разу нас не видел. Нас в Риме больше трехсот тысяч, а слонов всего два – ты и мраморный слон Бернини. Только он не поворачивается к публике спиной». Слон опять поразовел от смущения. «Это все дети!» – принялся жаловаться он. «Они меня разбудили! А я не выспался! Голова болит!» «Ну, это мы сейчас быстро исправим. Я сделаю тебе кошачий массаж. Наклони ко мне свою красивую голову, малыш». Слоник послушно склонился перед Визи. Дети перестали кричать и дружно захлопали, решив, что представление началось. Кошка ловко запрыгнула слону на голову и стала мять ее всеми четырьмя лапками, гудя при этом, как маленький пчелиный рой. Вскоре голова у элефанта перестала болеть, и к нему вернулась обычная жизнерадостность. «А теперь – а-ле-ап!» – Визи ловко спрыгнула на опилке вольера, сделав в воздухе головокружительное сальто. Дети разразились восхищенными криками и аплодисментами. «Пришла пора повеселиться!» – объявила кошка. «Эльфи, подбрось меня своим чудесным хоботом как можно выше. Я хочу долететь до облаков. Вот так! Еще! Еще!» – как высоко не подкидывал слоник кошку, а она всегда пружинисто падала на свои четыре лапы. Дети радостно хлопали. Когда настало время завтрака, служители, вынесшие бак с кашей, хотели выгнать кошку. Но слон недовольно затопал на них и даже грозно протрубил хоботом. «Прости, энос, элефант!» – со смехом ответили служители. «Мы не знали, что это твоя подружка!» – и не стали прогонять Визи. В тот день как раз было назначено представление с рисованием картины. Слону принесли краски и бумагу. «Сейчас мы их удивим!» – сказала Визи и что-то зашептала в ухо лопуха. Слоник показал служителям хоботом сначала на кошку, а потом на мольберты краски. Догадливые служители убежали и принесли маленький мольберт с листом картона и еще один набор красок. Вот только маленькой кисти у них не оказалось, но Визи не расстроилась. Она смело макнула пушистый хвост в банку с краской и стала быстро водить им по картону. Зрители ахнули, когда увидели, что на картоне появился их любимый слоник. Элефант решил не отставать. Сопя и пыхтя, он возил своей кистью по бумаге, пока там не появился портрет Визи. Конечно, портрет был далек от идеала, зато это была первая картина ушастого художника, на которой были не только яркие пятна и полосы. Вот как удивительно на него повлияло гости. Дети были счастливы. А Визи в знак благодарности снова лизнула элефанта в хобот. Вечером, когда посетители ушли, кошка и слон вместе устроились на ночлег в его уютном домике. Визи свернулась в клубок на голове эльфи и повела рассказ о своей жизни. «Мои хозяева обеднели и уехали жить в деревню», — рассказывала она. «Но я ни за что не хотела покидать мой любимый Рим. Вот и осталась тут одна. Сначала Визи жила в кошкином доме, колонии для бездомных кошек в самом центре вечного города, среди живописных древних развалин, которыми так славится Рим. Но потом чувство свободы погнало ее дальше и привело в зоопарк, где она с удовольствием занялась главным кошачьим промыслом — охотой. Визи по ночам ловила крыс, а днем обычно отсыпалась в кустах на мягкой травке, пока не встретилась с эльфи. «А ты знаешь, что когда-то кошки спасли Рим?» — спросила она слоник. «От врагов?» — удивился он. «Да, от нашествия крыс. После этого нас долго почитали как священных животных». «Получается, ты богиня?» «Уже нет», — засмеялась Визи и принялась рассказывать, как во время страшной инквизиции римских кошек отлучили от церкви. А черных даже сжигали вместе с ведьмами. Как в прекрасную эпоху Возрождения им посвящали сонеты римские поэты, а хозяева строили кошкам мраморные усыпальницы. На этом моменте усталый слоник уснул, хотя ему было ужасно интересно. Всю ночь ему снилось, что он сидит на красивом холме и сочиняет Визи сонет. А может, слонет. Во сне так трудно разобраться. Стоило Визи на следующий день уйти из вольера, как слона тут же атаковали голуби. «Прогони кошку. Они хитрые хищницы, враги птиц». «Глупость!» – рассердился элефант. «Визи добрая, веселая и много всего знает». Голуби махнули крыльями на глупого слона и улетели в освоясь. Поздно вечером Визи вернулась и открыла слонику свою тайну. Первых кошек привезли в Древний Рим на кораблях из Египта. «Мои предки хорошо умели плавать», – шепотом рассказывала она. «Часть из них сбежала и доплыла до необитаемого острова. Он называется Остров Кошек. Там всегда тепло, полно еды и нет людей. Рыба там сама выпрыгивает на берег, а бананы падают прямо под ноги. Валяйся на песке день-деньской. Только я знаю, как туда попасть». Когда Визи ушла на охоту, эльфе приснился океану и кошки, плывущие на поиски своего тайного острова. Все они были похожи на Визи, потому что других кошек он не знал. Вскоре весь зоопарк судачил о том, что их слон сошел с ума. И знаете, кто свел его с ума? Представьте себе, кошка! Пришла бродяжка из римских развалин и теперь расшатывает устои зоопарка. Где это видно, чтобы благородные слоны знались с уличными кошками. «Позор! Позор!» – выли круглоухие пятнистые гиены. «Шлон шашел с шума!» – шипели змеи в серпентарии. «Чик-чирик-чиканутый слоник!» – не отставали от них бойкие птички. И только Визи с эльфи не замечали всего этого шума вокруг себя, потому что слишком были заняты друг другом. Однажды перед сном Визи рассказывала эльфе о грозных боевых слонах Римской империи. «Жаль, что я не боевой слон!» – вздохнула эльфе. «Конечно, ведь ты вырос в любви, Амор-мия!» «Ты скала Амора?» – стрепенулся слон. «Я давно хотел про нее тебе сказать, Визи!» «Слушаю, малыш!» – Визи прикрыла глаза и тихонько замручала. «Мне нашли невесту и скоро привезут наш зоопарк!» «Мы сможем дружить втроем! Правда здорово?» «Правда!» – сказала Визи и внимательно посмотрела элефанту в глаза, лизнув его в лоб. «Спи, малыш! Будь счастлив!» Наутро Визи исчезла из зоопарка. Напрасно эльфе ждал ее вечером в домике, который перестал казаться ему уютным. Напрасно не спал всю ночь, боясь пропустить ее приход. Визи не вернулась. Прошло три дня без Визи. Никогда еще бедному слонику не было так плохо. Погода выдалась подстать его настроению. Почти круглосуточно шли проливные дожди с грозами. Зато посетителей не было, спасибо погоде. Когда дождь ненадолго прекращался, слоник выбирался из домика и с тоской глядел на стены вольера в ожидании Визи. Но тщетно. Только соседи заглядывали к нему, чтобы получить ему разум. «А ведь мы говорили, что воровка украдет твое глупое сердце», – вредничали мокрые взъерошенные голоды. Слоник топал на них ногой, и они улетали. «Страдаешь?» – попрошал сверху подъемный кран жирафля. «Да», – вздыхал эльфи. «Все, как ты говорил. Теперь я знаю, что такое аморы. Мне плохо без Визи. Я думаю только о ней. Не сплю, не ем». «Но это невозможно», – качала головой жирафля. «Слон и кошка не могут любить друг друга. Так не бывает». Эльфи обиженно прижимал уши к голове и уходил в домик, чтобы никто не видел, как он плачет. Дождь шел и шел, и кончился только к вечеру третьего дня без Визи. Измученный элефант даже не заметил, как погрузился в неспокойный и усталый сон. Ему приснилось, что Визи вернулась и лизнула его в щеку, и он тут же, не просыпаясь, обнял ее хоботом. «Эй, малыш, осторожней! Ты что, решил задушить меня в объятиях? Так это не сон. Ты вернулась, Визи!» Слезы радости, каждый размером с большую грушу, покатились по серым щекам эльфи. «Я так скучал бы тебе, Амор и Мио. Ты ведь больше не бросишь меня. Я никуда тебя теперь не отпущу. Эх, эльфи, нашей любви нет места в этом мире. Но я знаю, что нам делать. Помнишь историю про Кошачий остров?» Визи удалось выбраться из колец хобота. «Помнишь, ты хотел погулять со мной по Риму, малыш?» «А можно?» — затаил дыхание слоник. «Сегодня можно. Футбольный клуб Рома выиграл Лигу чемпионов. А Рим — город Тифози. Болельщик Фромы. Они без ума от футбола, как я от валерьянки. Весь город сегодня гуляет. Служители и сторож зоопарка тоже отмечают победу», — продолжала Визи. «Сегодня самый удобный вечер для победы. Никто не помешает нам добраться до моря». «Но как же мы выберемся?» «Легко. При помощи ключей твоего хобота», — сказала Кошка. «И повернулась к слону хвостом, на котором висела связка ключей от зоопарка. Сторож спохватится не раньше утра». Когда они потихоньку вышли из вольера, аккуратно закрыв дверь-лишетку, свет вокруг уже погас. «Я ничего не вижу», — прошептал слон. «Не бойся», — ответила Кошка. «Я вижу в темноте». Они тихонько миновали светящиеся окна домика сторожа, откуда доносились радостные крики футбольных фанатов. Когда они вышли за ворота, оставят ключи в замке. Элефант не удержался и победно затрубил, высоко задрав хобот. А может, он просто прощался с родным зоопарком. Пройдя насквозь через красивый парк, беглецы вышли на улицы Рима. «Сперва», — сказала Визя, — «я устрою тебе экскурсию». Любимый город Кошки громко праздновал победу. Широкие улицы бежали вверх-вниз по холмам.